Вы смотрите отзыв об отеле H10 Тенерифе Плая, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Джаказор, который был в нем в 2012 году. Предлагаю на обозрение свой отзыв о первом посещении Тенерифа. Все здесь сугубо субъективно и по-чайниковски, так что не судите строго, завсегдаты и Канарских островов. Мысль об отдыхе на Канарских островах родилась не то, чтобы спонтанно все-таки понятно было, что в июле надо куда-то съездить с пятилетней дочкой, но все-таки несколько неожиданно, потому что как-то не планировали так далеко забираться. Хотелось бы не такого долгого перелета, но помониторив другие направления с учетом наших требований, выбрали все-таки Тенерифа. Последней каплей, последним аргументом для выбора оказался тот факт, что на Тенерифе в северной части именно тот климат, который нам очень нравится, нет пекла и комфортная температура без необходимости включать кондиционер в номере. Пляжи нас практически не интересуют в плане купания, а вот океанские волны, соленый ветерок, облако, сцепляющиеся за вершины гор очень хотелось прочувствовать. Итак, в конце января начал подготовку, первым делом выбрал авиарейсы в северный аэропорт. С одной пересадкой, с утренним вылетом и стыковкой в Мадриде не дольше двух часов, приобрели билеты у компании Air Group, 54 тысячи рублей на два взрослых и ребенка. Затем на Букинг. Ком выбрали отель, на основании отзывов в интернет и данных по картам Гугла. Остановились на H10 Тенерифе Плаев Пуэрто-де-Ла-Крус, привлекла близость к искусственным озерам Моктианец и к естественному пляжу. Очень любим, когда нет никакой автомобильной дороги между отелем и берегом, а тут именно так и получается. Сначала забронировал All Inclusive, но через пару дней понял свою ошибку и перебронировал на полупенсион, завтра к ужин, 15 ночей за 1250 евро семейный номер, вид на океан. В конце мая оформил визу в испанском визовом центре, процесс совершенно ненапряжный и легкий. Также в конце мая забронировал автомобиль в компании Secret Opel Astra Petidor на 15 дней за 230 евро. Планировали сразу взять машину в аэропорту и там же сдать перед обратным вылетом. За месяц до вылета купил навигатор Garmin с картами Европы. Забил туда координаты отеля и всех достопримечательностей, которые планировали посетить. В одну из июльских суббот началось наше путешествие. Вылет регулярным рейсом Шереметьево-Барахас, Мадрид, был в 720 утра, заказали на авто. Ру частного таксиста, очень вежливую тетеньку на Шкоде, в 6 утра были в Шереметьево, сразу зарегистрировались, получив два комплекта посадочных талонов и удостоверившись, что багаж поедет напрямую на Тенерифа. Затем уже сразу практически в самолет. Рейс совместно с Аэрофлотом. Ребятенку вручили рюкзачок от Аэрофлота с набором раскрасок, фломастеров, еще чего-то там, очень пригодилось. На этом перелете нас ждал не очень приятный сюрприз. Сильный встречный ветер замедлил прибытие почти на час. Кроме того, выяснилось уже по приземлению, нас посадили на терминале Т4, который далек от Т2, с которого взлетают местные рейсы. Сильно мы не переживали, потому что понимали, что в Мадриде в случае опоздания нас просто посадят на следующий рейс до Тенерифа, но все равно хотелось бы побыстрее оказаться на острове. Тем не менее, авиакомпания оказалась настолько добра, что на выходе из самолета в Мадриде нас поджидали две мулатки с табличками «Трансфер на Тенерифе рейс». Нас таких, трансферщиков, набралось около десятка, и мы за ними гуськом через этот огромный барахас были быстро припровождены на нужный терминал. По пути быстро прошли паспортный контроль, добро пожаловать, мы в Испании. Масштабы барахаса меня поразили. Я представляю, что есть и другие крупные аэропорты. Просто такой огромный я видел впервые, и горизонтальные транспортеры для ускорения передвижений людей тоже для нас оказались в диковинку. Мы почти бежали, но дочка не устала, выручил специальный детский чемоданчик на колесиках, который мы для нее приобрели в прошлом году. Смешная пластиковая божья коробка стандартами под ручную кладь. На нее можно садиться и ехать. Вот так на буксире мы ее и протащили, обгоняя многочисленные толпы пассажиров. До Тенерифа полет был уже более веселым, не очень долгий, 2,5 часа примерно, напитки в самолете были реально ледяные, питание и напитки, платные, за иллюминатором через полпути расстилался океан. В салоне были, в основном, испанцы, суббота, летят на уикенд. Приличные и воспитанные люди, почти все с детьми, но было на удивление тихо. Разница во времени с Москвой, в Мадриде 2 часа, на Тенерифе еще 1 час, то есть уже 3 часа. Очень удобно, легко привыкать к новому месту, ненапряжно раньше вставать. Приземлились на Тенерифе около 14 часов 20 минут по местному времени. Аэропорт между горами, не жарко, ветерок приятный, прохладный. Аэропорт небольшой, уютный, тут бегать далеко не пришлось, все рядом. На выдаче багажа ожидал сюрприз, из двух чемоданов к нам выехал только один. Подошедший представитель компании показал список, где были фамилии 4-х человек, у которых чемоданы остались в Мадриде и объяснил, что все прилетит следующим рейсом, через 3 часа. Этого заверения нам хватило, впоследствии оказалось, что не надо было так расслабляться. Мы решили доехать до отеля, и я пошел к стойке прокатной конторы за ключами от машины. Ключи в пакетике уже лежали для нас, сделали копию моих водительских прав, обыкновенные российские права, писали еще жену на всякий случай в договор об аренде. Я заплатил наличными условленную ранее сумму, чтобы избавиться от возможной блокировки денег на карточки в непредвиденных ситуациях. Кстати, приятно поразило, хотя на этот день цены на аренду были уже существенно выше, с меня взяли заранее обговоренную сумму. Хотя если бы уперлись, пришлось бы платить больше, так как в четвертых соседних конторах были тоже очень дорогие тарифы на этот момент. Стоянка прокатных авто была сразу у выхода из аэропорта. Нас ждала почти новая астра с четвертью бака бензина, 50 тысяч пробег, климат-контроль, а термальное стекла, автосвет, радио, закинули вещи, тут я закупил после всех этих перипетий и 10 минут не мог завести машину. На механической коробке давно не ездил, оказалось, что у этой машины двигатель заводится только если нажмешь одновременно педали тормоза и сцепления. В общем переволновался и вспотел, пока случайно не исполнил требуемую комбинацию, после чего с дерганиями и рывками преодолел первые 30 метров до выезда со стоянки. Ну а потом уже все вспомнил, все-таки лет 15-то я на механике когда-то ездил. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»